Время русского мира Правильные тетрадки вдохновляют страну Центр поддержки семей мобилизованных Как проходят будни тех, кто помогает профессионально 16-й международный медиафорум «Диалог культур» Объединил в Санкт-Петербурге журналистов из 11 стран мира А теперь подробнее об этих и других новостях Почти месяц назад в Москве начал свою работу Центр поддержки семей мобилизованных 7 дней в неделю здесь оказывают психологическую, юридическую и экономическую помощь Подробнее в материале моей коллеги Альбики Ильясовой В Центре поддержки семей мобилизованных Можно оформить субсидии, устроить ребенка в ясли, детский сад или школу возле дома А также получить помощь по уходу за пожилыми родственниками Юридическую консультацию, психологическую поддержку Количество психологов в Центре с каждым днем становится все больше Для них выделена дополнительная зона на втором этаже Специалист поможет прийти в себя и по-другому посмотреть на ситуацию Психологическая поддержка – очень важная часть комплексной помощи, обратившейся к нам К нам приходят для того, чтобы помочь перестроить свой жизненный уклад, решить насущные вопросы А самое главное – найти психологический ресурс для того, чтобы справиться в этой ситуации Порядок приема здесь такой же, как и в Центрах Госуслуг Посетители получают талон и ждут, когда их вызовут Очередь электронная Однако есть одно отличие – отсутствие ограничения по времени С каждым говорят столько, сколько нужно Поэтому иногда приходится подождать, скоротать время Посетители могут на мягких диванах К их услугам бесплатный чай, кофе со сладостями и мороженым Но все же специалисты рекомендуют предварительно записаться по телефону, чтобы не ждать очереди К нам в основном обращаются люди за мерами поддержки В основном это адресная социальная помощь, юридическая консультация, психологическая помощь, поддержка Также есть запросы на предоставление места в садике внеочередного, отмена оплаты за садик Ну и, соответственно, льготы касаемо школьников То есть бесплатная продленка, горячее питание, освобождение оплаты за кружки, если кружки уже посещаются То есть ребенок уже их посещает В основном такие запросы Меры поддержки также нетрудоспособным пожилым родственникам, которые нуждаются в уходе на дому, либо в стационаре Помощь в трудоустройстве и непосредственно переобучение Для посетителей с ребенком в центре есть детская комната, где ребенок может поиграть, пока мама заполняет документы А потом и получить любую мягкую игрушку в подарок Центр поддержки семьи обратился практически сразу после мобилизации мужа Его призывали 5-го числа, я обратилась 8-го числа Материальная помощь была оказана практически сразу, дня через 4 А сейчас пришла второй раз, чтобы получить юридическую консультацию по долгам, по кредитам Тоже все было грамотно предоставлено Теперь вот пойду за справки у меня в военкомат, в управляющую компанию и НФЦ Специальный центр поддержки для родственников москвичей, призванных по частичной мобилизации вооруженной силы РФ Работает ежедневно с 9 утра до 8 вечера без выходных При себе нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий родство с мобилизованным гражданином А теперь предлагаю отправиться в Санкт-Петербург Там начал работу 16-й международный медиафорум «Диалог культур», на который приехали журналисты из 11 стран Как будет выглядеть евразийское медиасообщество будущего, разбиралась моя коллега Любовь Курьянова Журналисты из России, Донецкой и Луганской народных республик, а также из Армении, Азербайджана, Белоруссии и других стран СНГ Прибыли в Санкт-Петербург на 16-й международный медиафорум «Диалог культур» Свои двери для работы распахнул Государственный Эрмитаж Торжественное открытие форума состоялось в историческом зале Эрмитажного театра Молодых участников мероприятия тепло приветствовал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев Исполнительный директор Фонда «Русский мир» Владимир Кочин, который в своем выступлении отметил Что, что сейчас происходит на Украине, это очень грустно, это тревожно Потому что в 2014 году все началось с попыткой отменить русский язык для тех людей, которые жили, воспитывались после культуры, говорили и думали на русском языке К сожалению, мы видим на примере того, что происходит на Украине, какое мощное воздействие на психологию, на мировоззрении людей В этом году в форуме принимают участие более 300 молодых журналистов, представляющих Абхазию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Южную Осетию, а также все 11 часовых поясов России Впервые в работе форума принимает участие новое поколение журналистов Донецкой и Луганской народных республик Все 8 лет за время становления Луганской народной республики я работала на территории Донбасса Много путешествовала по городам, много снимала и через объектив старалась видеть только хорошее Ну, по крайней мере, находить что-то хорошее всегда в каждом кадре Поэтому я привезла только такие добрые, позитивные снимки, таким, каким я хочу видеть свою Луганскую народную республику уже в составе Российской Федерации Находить светлое даже в самом темном – это особенный талант журналиста, уверена Юлия, корреспондент телеканала «Юнион» Донецкой народной республики Она вспоминает, что когда 8 лет назад начались обстрелы, редакцию пришлось перенести в подвал здания Поначалу ходить на работу было страшно, потом привыкла Сегодня Юлия снимает сюжеты про тех, кто под пулеметной очереди продолжал и продолжает делать свою работу Наши сюжеты посвящены в целом человеку, человеку в непростых условиях Мы снимаем, начиная от наших коммунальщиков, которые после обстрела выходят сразу убирать улицы Буквально через час после прилета в асфальте нет уже дыр от этих воронок От наших коммунальщиков, которые сажают цветы в таких непростых условиях У нас нет воды, допустим, с тяжелостью с водой, они поливают все равно цветы Выращивают розы наши донецкие Это учителя, которые также под обстрелами идут на работу Форум начал свою работу с практической конференции «Диалог культур в медиапространстве Евразии» И организаторы, и участники отметили, что сейчас, как никогда, важен живой диалог Приезжают коллеги из разных стран Показывают свои работы в разных направлениях журналистики и креативных индустрий От фотографии, блога до видео и лонгрида Обмениваются этим опытом То есть происходит диалог реальный между журналистами разных стран При помощи того медиапродукта, который они создали Вот завтра мы откроем 250 работ молодых фотографов стран Евразии Помимо этого, для гостей и участников форума организаторы, среди которых и Фонд «Русский мир» Приготовили насыщенную и интересную программу Фестиваль документальных фильмов и телевизионных сюжетов Посещение Ленфильма Работа с уникальными фондовыми экспонатами Эрмитажа Поездка в Гатчину, Тосно и другие города северо-запада России Все это, безусловно, поможет объединить усилия представителей различных СМИ В налаживании межкультурного диалога между государствами Который сегодня особенно актуален Любовь Курьянова, Андрей Челышев, специально для телеканала «Русский мир» Герои истории, герои Великой Отечественной войны, герои наших дней О всероссийском проекте «Правильные тетрадки» теперь знают и на Донбассе Почему эта акция получила признание среди школьников и родителей, узнаем далее Уникальный проект «Правильные тетрадки» впервые был запущен как пилотный в 2021 году Получив отклик среди школьников и родителей, а также поддержку со стороны общественных и патриотических организаций, школ и органов государственной власти В этом году акция перешла в самостоятельный проект Он направлен на реализацию цели и посланий президента Российской Федерации в сфере воспитания патриотизма у российской молодежи школьного возраста «Правильная тетрадка» — это, получается, тетрадка с каким-то героем нашей страны Для чего это было сделано? Потому что сейчас есть большая проблема, что наши дети не знают героев своей страны Поэтому я как и патриот, и как историк, у меня образование историческое Меня это очень все волновало и волнует Потому что, как говорится, народу, который не помнится его прошлого, у него нет будущего Цель проекта — укрепить традиционные ценности и гражданские принципы среди молодых представителей российского общества Которые позволят им стать достойными гражданами, трудящимися и созидающими на благо России Благодаря гуманитарной миссии создателя и идеолога проекта «Правильной тетрадки» Руководителя общественного движения «Святая Русь-2050» Даниила Ивашенко Такие тетради с портретами героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции Теперь есть и у жителей Донбасса То, что поехал в том числе и с гуманитарной миссией То есть я-то повез лекарства, разную амуницию, также там припасы Как для солдат, так и для мирных жителей Потому что, конечно, я уже 8 лет смотрю, что там происходит Очень волнуюсь, конечно, переживаю И, конечно, вот, да, решил поехать все это сам прочувствовать То есть на себе И заодно людям помочь Сложнее всего выбирать А уж когда выбрала, все легко становится Слова защитницы Сталинграда, актрисы Гули Королевой Это и многие другие цитаты Размещены на обыкновенных и в то же время необыкновенных тетрадях С портретами наших героев Если вы хотите поддержать этот патриотический проект Или стать его представителем в своем регионе Самое время оставить заявку на сайте правильной тетрадки.рф Культурный фронт России В издательском совете Русской Православной Церкви Прошел круглый стол На котором обсудили проблемы и вызовы современной русской литературы Кто они? Авторы, которые могут стать частью большого объединения А также победители 13-го международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» узнаем из следующего сюжета Проблемы и вызовы современной русской литературы Под таким названием В издательском совете Русской Православной Церкви состоялся круглый стол С участием организаторов и членов жюри Главных редакторов центральных и региональных литературных журналов А также победителей 13-го международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» В этом году он был посвящен 130-летию Константина Паустовского 90-летию Василия Белова И 85-летию Валентина Распутина Вот за что сейчас все мы боремся А вы литераторы, мы литераторы За это боролись все время Распутин, Белов, оставь я За это боролись За гармоничную Россию И сейчас наш долг Общими усилиями, пройдя через кровь Представить этому миру новую цивилизационную модель Нового разумного государства в неразумном мире Предавшим все христианские ценности На круглом столе президент Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» Николай Бурляев Объявил о создании Культурного фронта России Его целях и задачах Участники обсудили вопросы Касающиеся цивилизационных вызов современности и литературы А также будущего литературно-художественных журналов в России Что же это должен быть за народный фронт? Это добровольное абсолютно объединение на равных Внепартийное объединение Куда могут вступать все нормальные творцы Великой России Литераторы, художники, музыканты Живописцы, кинтографисты, деятели театра В круглом столе принял участие Ирин Николай Балан Ведущий специалист сектора конкурсных и просветительских программ Издательского совета Русской Православной Церкви Анатолий Аврутин, главный редактор журнала «Новая немига» Литературная «Беларусь» Виктор Петров, главный редактор журнала «Дом» и многие другие Иногда людям кажется, что они одиноки Я сейчас только что проехал Мы проехали по приграничным районам Брянской области И даже наш приезд, группы писателей России С нашим изборником о спецоперации Вы знаете, как их вдохновляет? Они говорят, ну все Нам кажется, что мы одни остались Вот брошены, не брошены, но мы одни А оказывается, в Москве есть люди так думают Оказывается, целая организация так думает Это вдохновляет В этом году в адрес оргкомитета 13-го международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» Поступило 428 произведений из России, Армении, Бангладежа, Белоруссии, Вьетнама, Колумбии, Сербии, Сирии и других стран Отбор произведений осуществлялся в 12 номинациях К участию в творческом конкурсе было допущено 130 произведений 54 из которых попали в короткий список Высшие награды литературного форума, а именно золотые медали имени Александра Сергеевича Пушкина За выдающийся вклад в литературу в 2022 году присуждены Марине Тарковской Писателю, редактору, критику, дочери поэта и переводчика Арсения Тарковского И Михаилу Тарковскому Писателю, поэту, биологу, сценаристу и режиссеру Лауреата Патриаршей премии по литературе И ряда престижных наград в области кино и литературы Наш выпуск на этом завершен Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия Связанные с жизнью русского зарубежья Будем рады вашим материалам с места события Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего доброго и до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин